СЕВЕРНАЯ ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА НАСА и современная астрономия говорят, что Земля представляет собой гигантский шар, вращающийся со скоростью 1609 км в час вокруг своей центральной оси, путешествуя 107826 км в час вокруг Солнца, вращаясь спирально со скоростью 804670 км в час вокруг Млечного Пути, в то время как вся галактика несется с невероятной скоростью 1 миллиард 78 миллионов 257 тысяч 800 км в час вокруг Вселенной. Все эти движения возникли из мнимого большого космогенного взрыва 14 миллиардов лет назад. В общей сумме мы все будто мчимся со скоростью 1 миллиард 79 миллионов 171 тысяч 905 км в час в нескольких различных направлениях в одно и то же время. Никто никогда не видел, не чувствовал и не слышал и не доказывал подобных движений, но подавляющее большинство людей беспрекословно принимает то, что очевидно неподвижная под их ногами Земля фактически движется со скоростью более 600 миллионов миль в час. НАСА и современная астрономия говорят, что северная звезда находится на расстоянии около 323-434 световых лет или 2 квадриллиона миль от нас. Во-первых, обратите внимание, что разница между 1 квадриллионом 938 триллионами и 2 квадриллионами 604 триллионами миль составляет 666 триллионов миль. Если современная астрономия вычисляет расстояние до звезд с разницей в сотне триллионов миль, то, возможно, их наука несовершенна и их теория нуждается в пересмотре. Однако оставим им их туманно-далекие звезды, ведь астрономы-гелеоцентристы не могут должным образом объяснить, как полярной звезде всегда удается находиться почти идеально ровно над Северным полюсом. Если земной шар действительно вращается с запада на восток со скоростью 1609 километров в час и вокруг Солнца против часовой стрелки со скоростью 107826 километров в час, а по спирали вокруг внешних рукавов Млечного пути со скоростью 804670 километров в час, в то время как проносится по Вселенной со скоростью 1 миллиард 78 миллионов 257 тысяч 800 километров в час, то, как теоретически возможно, что полярная звезда, которая находится на расстоянии 2 квадриллионов миль, день за днем, год за годом всегда сохраняет свое положение прямо над Северным полюсом. Это означает, что находясь на расстоянии 2 квадриллиона миль, полярная звезда должна была бы зеркально отобразить земные покачивания, вращения, движения по спирали и полет по Вселенной, происходящие одновременно. Полярная звезда должна была бы нестись в одном направлении с Землей по Вселенной со скоростью ровно 670 миллионов миль в час. Она должна была бы следовать тем же самым 500 тысяч миль в час в течение 225 миллионов лет, спирально, кружа вокруг Млечного пути, а также копировать движение со скоростью 67 тысяч миль в час в течение 365 дней вокруг орбиты нашего Солнца. Или Земля находится в неподвижном состоянии, как свидетельствует здравый смысл и повседневный опыт. Официальная ньютоновская теория предполагает, что Земля в июне находится на расстоянии около 306 миллионов километров от своей позиции в декабре. Теперь, так как мы можем увидеть в средних северных широтах полярную звезду, выглянув из окна, выходящего в нужную сторону, а также под тем же самым углом того же оконного стекла в том же самом окне в течение всего года, это является достаточным доказательством для любого здравомыслящего человека, что никакого движения мы вообще не совершаем. Уильям Карпентерс, то доказательство, что Земля не является шаром. И не только это, если посмотреть на земной шар, то полярная звезда, расположенная почти прямо над северным полюсом, не должна быть видна где-либо в другом полушарии. Чтобы на земном шаре увидеть полярную звезду из южного полушария, наблюдателю необходимо каким-то образом смотреть через земной шар. И мили Земли и моря должны стать прозрачными, однако полярную звезду можно увидеть приблизительно до 23,5 градуса южной широты. Если Земля является сферой и полярная звезда висит над северной осью, то было бы невозможно ее увидеть, находясь даже на 1 градус ниже экватора, или на 90 градусов от полюса. Линия прямой видимости станет касательной к сфере и, следовательно, отклонится на несколько тысяч миль от полярной звезды. Во многих случаях, однако, встречаются свидетельства, что северная полярная звезда бывает видна далеко за пределами экватора, даже с тропика Козерога. Доктор Сэмюэль Робот, ищущая сторонами, Земля не является шаром. Второе издание Теория астрономов о шарообразности Земли приводит к выводу, что если мы будем путешествовать к югу от экватора, то невозможно будет увидеть полярную звезду. Тем не менее, хорошо известно, что эта звезда была замечена мореплавателями, когда они находились дальше, чем 20 градусов на юг от экватора. Этот факт, как и сотни других фактов, позорит эту теорию и дает нам доказательства, что Земля не является шаром. Уильям Карпентер. Сто доказательств, что Земля не является шаром. Чтобы объяснить эту вопиющую проблему своей модели, отчаянные гелиосентристы с конца XIX века заявили, что земной шар на самом деле имеет наклон 23,5 градуса назад на своей вертикальной оси. Даже эта блестящая доработка их теории не может объяснить видимость многих других созвездий. Например, Большая Медведица очень близка к полярной звезде, которую можно увидеть от 90 градусов северной широты Северного полюса, вплоть до 30 градусов южной широты. Созвездие Лисички можно увидеть от 90 градусов северной широты на всем пути до 55 градусов южной широты. Телец, Рывы и Лев могут быть видны от 90 градусов северной широты и до 65 градусов южной широты. Водолей и Весы можно увидеть от 65 градусов северной широты до 90 градусов южной широты. Созвездие Девы видно от 80 градусов северной широты до 80 градусов южной широты. И Орион можно увидеть от 85 градусов северной широты до 75 градусов южной широты. Наблюдатель, находящийся на земном шаре, независимо от наклона или уклона, логически не может быть в состоянии видеть так далеко. Еще одна вещь, что несомненно на самом экваторе, северную полярную звезду и созвездия Большой Медведицы, Малой Медведицы и многие другие, можно наблюдать с каждого меридиана одновременно. В то время как на юге от экватора не так называемой Южной Полярной Звезды Сигма-Октанта, незамечательного созвездия Южного Креста, нельзя увидеть одновременно с каждого меридиана, а это доказывает, что все созвездия на юге, включая Полярную Звезду, перемещаются над Большой Южной Дугой поперек Меридиана от их восхода вечером до заката утром. Но если Земля является шаром, то Сигма-Октанта, Южная Полярная Звезда, и Южный Крест, Южное Приполярное Созвездие, были бы видны в одно и то же время на каждой долготе одной и той же широты, как и в случае с Северной Полярной Звездой и Северными Приполярными Созвездиями. Однако это не так. Доктор Сэмюль Роботтон, ищущий астрономию, Земля не является шаром. Некоторые гелиоцентристы даже пытались предложить, что постепенное отклонение Полярной Звезды над головой во время движения наблюдателя в южном направлении является доказательством шарообразности Земли. Совсем наоборот, отклонение Полярной Звезды или любого другого объекта является просто результатом закона перспективы. Закон перспективы диктует, что угол и высота, на которых видно объект, уменьшаются, чем дальше наблюдатель удаляется от объекта, пока в определенной точке линии взгляда и поверхность Земли, кажущейся возвышающейся, не сойдутся в точке, то есть линии горизонта, за которой объект станет невидимым. Если мы выберем ровную улицу длиной в одну милю, имеющую ряд фонарей, то заметим, что от точки, где мы стоим, фонари будут постепенно уменьшаться к Земле. Последний из них, по-видимому, окажется совсем на Земле. Выберите фонарь в конце улицы, отойдите на сотню ярдов, 91 метр, и он будет казаться гораздо ближе к Земле, чем когда вы стояли рядом с ним. Продолжайте отдаляться от него, и он будет казаться постепенно уменьшающимся, пока не будет виден в последний раз на Земле, а затем исчезнет. Теперь, согласно астрономам, целая миля имеет закривление всего около 8 дюймов от одного конца до другого. Так эти 8 дюймов не могут объяснить такого сильного снижения света, когда мы удаляемся от него. Это доказывает, что снижение полярной звезды может происходить и происходит по отношению к плоской поверхности, просто потому, что мы увеличиваем расстояние от нее, так же, как от уличного фонаря. Другими словами, чем дальше мы будем от любого объекта над нами, как, например, от звезды, тем больше она будет снижаться. Если мы отойдем достаточно далеко, то она погрузится, или будет казаться, что погружается, за горизонт, а затем исчезнет. Писатель провел опыт с уличным фонарем много раз, получив тот же самый результат. Томас Виншип, ищущая космогония. Часто приводятся доводы, что Земля должна быть шаром, потому что звезды в южном полушарии двигаются вокруг южной полярной звезды таким же образом, как и северные, вращаются вокруг северной полярной звезды. Это еще один пример жертвования правдой и отрицания свидетельств наших чувств с целью поддержки теории, которая во всех смыслах ложная и неестественная. Каждому наблюдателю известно, что северная полярная звезда является центром для ряда созвездий, которые перемещаются над всей Землей по окружности. Ближайшие к ней, такие как Большая Медведица и так далее, всегда видны в Англии во время всего своего 24-часового кругооборота. Более отдаленные к югу поднимаются на севере, северо-востоке и заходят на юге, юго-западе. Находящиеся ближе к югу поднимаются к востоку от севера и заходят к западу от севера. Самые дальние, которые видны из Англии, восходят ближе к востоку и юго-востоку, а заходят на западе и юго-западе. Но все эти звезды, видимые из Лондона, восходят и заходят несовместимо с учением о шарообразности. Например, если мы встанем спиной к северу на Нагорье, известном как трон Артура, недалеко от Эдинбурга. Обратим внимание на звезды в зените по отношению к нашей позиции и будем наблюдать в течение нескольких часов, то зенитные звезды постепенно будут отступать на северо-запад. Если мы сделаем то же самое на Вудхаус-Мур, недалеко от Лица, или на любой из горных вершин в Йоркшире, или Дербишире, то будем наблюдать то же самое явление. То же самое можно увидеть с вершины Примроуз-Хилл, недалеко от Ридженс-Парк в Лондоне, с Хэмстед-Хит или Шустер-Хилл, недалеко от Вулвича. Если мы останемся на всю ночь, то будем наблюдать те же звезды, восходящие по отношению к нашей позиции с северо-востока, что показывает, что путь всех звезд между нами и северным центром лежит вокруг полярной звезды, как общего центра вращения, так как если бы они двигались над плоскостью, чем Земля и является. Нельзя отрицать, что на земном шаре зенитные звезды поднимались бы, проходили бы над вашей головой и заходили бы в плоскости местонахождения наблюдателя. Если теперь внимательно понаблюдать за зенитными звездами с вершины Гибралтарской скалы, то увидим то же самое явление. То же самое можно наблюдать с мыса Доброй Надежды в Сиднее и в Мельбурне в Австралии, в Новой Зеландии, в Рио-де-Жанейро, в Монте-Видео, в Аль-Парайсо и в других местах на юге. Если же звезды в зените во всех местах на Земле, где были проведены специальные наблюдения, восходят с утреннего горизонта до зенита наблюдателя, а заходят к горизонту вечернего не на плоскости, где находится наблюдатель, а на дуге окружности концентрической с северным центром, это доказывает, что Земля является плоскостью, а шарообразность полностью опровергнута, потому что, как было показано, невозможно как таковая. Доктор Сэмюэль Роботом, ищущий астрономию, Земля не является шаром. Доктор Сэмюэль Роботом, ищущий астрономию,